Тема, которую обсуждали на этом совещании, волнует каждого нижнекамца. Экология. Сегодня наш город один из самых крупных промышленных гигантов в России. Производственные мощности продолжают расти. Факт того, что мы вошли в сотню городов грязных, он остается фактом. Поэтому доля, чьи выбросы, здесь, наверное, тоже надо сейчас... Мы ловим, но мы не знаем пропорции, не знаем... Поэтому, в принципе, речь опять же идет о реализации того плана мероприятия, или конкретно той статьи, которая касается централизации мониторинга постов. Система мониторинга воздуха, очистные сооружения, утилизация промышленных отходов. В Нижнекамске уже два года работает республиканская экологическая программа. Ее выполнение контролирует специально созданная рабочая группа. Мероприятия, которые запланированы, чтобы снять экологическое напряжение, оцениваются в миллиарды рублей. На сегодняшний момент порядка 7 миллиардов рублей из 12 и практически 13 миллиардов освоены предприятиями. Поэтому ежеквартально одно-два предприятия принципиально заслушиваем, какие есть моменты, что у нас не так, сверяем часы, возможно, какие-то корректировки. В программе участвуют все градообразующие предприятия. Среди них Нижнекамск и Нефтехим. Чаще всего именно этому предприятию горожане предписывают экологическое неблагополучие Нижнекамска. На предприятии в последние годы сделано многое, чтобы эту ситуацию изменить. Сегодня Нижнекамск и Нефтехим имеют все необходимые природоохранные сооружения. В прошлом году на их содержание было потрачено почти 3 миллиарда рублей. Валовый выброс загрязняющих веществ за эти годы сократился на 18 226 тонн. Эта цифра не маленькая, но тем не менее есть над чем работать в этом направлении, что отразилось и в программе до 2020 года. Удельный выброс источных вод, тоже важный для нас показатель, на 31% снизился. Отчиталось и другое крупное предприятие Нижнекамска. Директор завода бензина в Таиф-НК подробно рассказал о природоохранных мерах. Отгрузка продукта на заправки – это сложный технический процесс. Самое главное в котором – минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу. Для обеспечения нижнего налива автоболера должны быть оборудованной системой отвода паров из автоцистерн с соответствующими приборами. Это датчики уровня, датчик перелива, электрический разъем для связи с блоком безопасности, установка налива. Сигналы от датчика выводятся к разъему монитора перелива. На фоне решенных экологических проблем остается много и тех, над которыми еще предстоит работать. На заседании прозвучало, что необходимо сделать все возможное, чтобы полностью исключить вероятность сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Артем Сидоров отметил, только местных и республиканских усилий здесь недостаточно. Необходимо привлекать федеральные средства. После окончания заседания Артем Сидоров отправился на встречу с молодежью в Нижнекамском. Проходила она в здании института НХТИ. Министр экологии Республики Татарстан ответил на вопросы, которые интересуют студентов и рабочую молодежь. Стоит отметить, что вопросов было очень много. Встреча проходила почти полтора часа. Над тем, что спрашивать, долго думать не приходилось. Просили ответить на самое актуальное. Чем мы дышим и что пьем. Что делается в плане улучшения экологической обстановки? Что делают, Артем Сидоров рассказал. Министр отметил, сегодня экологическая безопасность в Нижнекамске – одна из приоритетных задач в республике. Ответил он и на другие вопросы, среди которых были и просьбы помочь. В городе плане улучшения экологической обстановки, но в городе не хватает денежных средств. Можно ли хотя бы частично за счет экологической обстановки или включить какую-то программу и помочь нашим экологическим обстановкам? Мы как бедности, которые видят здесь экологическую обстановку, очень обязаны. Мы здесь тоже готовы вместе с вами, значит, к каким-то принимателям всемирным образом. На встрече прозвучали вопросы, адресованные мэру города. Просили установить в городе биотуалеты, построить велопарковки. Поинтересовались у Айдара Медшина о том, будет ли продолжена акция по высадке деревьев. В целом, мы себя определили, что действительно надо продолжать эту традицию. И 92 тысячи вымыслили деревьев и саженцев, зеленых и саженцев прошлой осенью. И эту работу надо продолжать. И вот в октябре месяце мы вернемся к этому вопросу. Но важно не только сажать, но и обеспечить скидинам, нежащим уроком. Артем Сидоров, в свою очередь, отметил, что нижниканская акция «Зеленая волна» послужила примером для других городов Татарстана. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. Анастасия Шакирова, Максим Липин.